Друзья, если вы все еще не подписаны на мой канал, нажимайте кнопку подписаться и обязательно нажмите колокольчик для включения уведомлений, чтобы не пропустить новые видео, а их будет очень много. Всем привет, друзья, это канал Куплено Китай и сегодня мы будем тестировать вот такую жидкость, это нано-жидкость или так называемое жидкое стекло, которое по заявлениям производителей создает защитную пленку вместо обычного стекла защитного либо пленки. При этом у нас исключены какие-то повреждения, даже от механических повреждений якобы она защищает, защищает она от отпечатка пальцев, то есть алеофонное покрытие создает. Ну, в общем-то, вот здесь вот в нескольких строчках написано антибактериальное, антикоррозийное и так далее, то есть здесь вот вкратце написано, как производить нанесение этой жидкости, но здесь как бы инструкция кратенькая, в трех пунктах, две минуты и так далее. У продавца указано, что необходимо три раза протирать и одного вот такого флакончика якобы хватит на экран до шести дюймов. Если вы больше шести дюймов, то необходимо два флакона, больше десяти дюймов три флакона. Ну, мы сегодня проверим, есть у меня такой телефончик, пока что я не хочу экспериментировать на каких-то рабочих аппаратах, это у нас не рабочий аппарат, здесь мы попробуем посмотреть, насколько это реально будет защищать, насколько алеофобка и так далее. Хочу проверить, насколько реально будет защищать, например, какие-то царапин, вот есть у меня канцлерский нож, для начала я просто хочу попробовать поцарапать то стекло, которое у нас есть, то есть это родное стекло, ну, а на самом деле оно не особо хочет царапаться. Ну, на самом деле я даже не знаю, как это будет проверить, потому что царапин практически почему-то не остается. Ну, вот, ребята, я давлю достаточно сильно, еще ничего не нанесено, но царапин, ну, я не знаю, практически не видно. Непонятно, на дешевом телефоне таком кто-то, конечно, есть, но вот, немножко вот здесь на фоне видно, что такие царапины чуть-чуть есть. Ну, ладно, попробуем хотя бы проверить алеофобку. Как видно, здесь она практически отсутствует, алеофобное покрытие, и я надеюсь, что все-таки нам эта жидкость позволит нанести его. Так, здесь у нас в комплекте сам баллончик с жидкостью. Дальше идет стандартный набор для наклеивания стекол. Это, кстати, вот тряпочка не очень стандартный набор, обычно ее не вкладывают. И две салфетки влажные и сухая в двойном экземпляре. Для начала попробуем протереть сначала вот этой тряпочкой. И, по идее, вот этой тряпкой надо уже потом размазывать саму жидкость. Влажную тряпку достанем. Давайте протрем хорошенько, как написано в инструкции. Затем сухой. Кстати, если вы обратите внимание, у меня здесь для подсветки стоит лампа-осминог. Я различные версии заказывал, делал тесты, обзорчики. Можете посмотреть на моем канале. Буквочка и выскочит, кому интересно. Так, теперь открываем бутылку. Здесь у нас палочка какая-то. И пробуем выливать жидкость. После этого написано, что нужно размазать эту жидкость по всей поверхности. Запах такой, ну, какой-то достаточно приятный. Я даже не знаю, как объяснить. Если там что-то еще осталось, это уже вторым слоем попробуем нанести. И ждем 5 минут высыхания. Ну вот, прошло 5 минут. Видно, что жидкость высохла. И теперь мы ее растираем. Ну, это типа антидождя. Растираем ее вот этой вот тряпочкой. То есть мы стираем верхний слой. И, наверное, попробуем нанести еще один слой. Так как рекомендовано до трех слоев. Хватит там жидкости или нет, я не знаю. Разводы, конечно, видны. Но попробуем еще один слой нанести. И виды уже капельки скатываются. Обратите внимание. То есть уже олеофобка должна работать. Вот видно, вода растекается. Жидкость эта. Наносим еще один слой. Наверняка. Вообще говоря, непонятно, на самом деле, по поводу... Раз написано, антибактериальное покрытие есть, По идее, эта жидкость будет контактировать с лицом во время разговора, например. Насколько это опасно или вредно, это никто не может на это ответить. Но будем надеяться, что все-таки более-менее безопасно. Прошло еще примерно минут 10, наверное. Здесь вроде все застыло. Сейчас пробуем протирать. И смотрим, что за эффект. Третий раз я, наверное, наносить не буду. Если там немножко осталось, то я лучше на какой-нибудь реально рабочий телефон нанесу. Ну вот, олеофобка. Теперь смотрим. Давайте смотреть. Ну, олеофобка... Может быть, и получше, конечно, стало, но не сильно. Ну вот, видно все равно отпечатки. Есть у меня вот такие салфетки для всех типов экранов. Попробуем ей протереть. Ну, после протирки этой салфеткой вроде бы разводы меньше стали. Сейчас проверим олеофобное покрытие. Ну, в общем-то, оно присутствует. Не сказал бы, что оно прям хорошее. Но, как видно, капелька скатывается. Но в полный круг она, конечно, не превращает. То есть все равно немного растекается. Попробую осадки жидкости нанести на свой Leeko Cool 1. Здесь у меня наклеено защитное стеклышко. Но у него олеофобка посредственная. И, в принципе, ну, заляпывается постоянный экран. Вернее, как у самого стекла. У оригинального получше, конечно, олеофобка. Самая оригинальная. Но я наклею защитное и попробую на него нанести. Как видно, жидкости здесь достаточно много. И, кстати, вот олеофобка, как видно, в принципе, тоже присутствует на этом стекле. Хотелось бы усилить эффект. И вот видно, даже тяжело размазать. Начинает растекаться жидкость. Я не знаю, может быть, конечно, я маловато налил ее на дудже. Может быть, надо пожирнее. Видите, сколько осталось? Может быть, и три слоя надо, и побольше. Смотрите, прошло где-то 5 минут. Олеофобное покрытие китайского дешевого стекла не дает засохнуть этой жидкости. Либо я ее слишком много налил, но вот она жиденькая. То есть не может еще засохнуть. На дудже она достаточно быстро высохла. Прошло еще минут 15-20. Как видно, все застыло. Сейчас мы это дело все размажем. Как видно, вроде все ровненько легло, но все равно вот такие вот есть разводы какие-то. Так, олеофобка. Слушайте, ну олеофобка я могу сказать, что мне кажется, получше стало. Хотя все равно следы остаются. Ну посмотрим, по эксплуатации погоняю и посмотрим, что будет с этим стеклом. Так, друзья, ну что, прошли сутки приблизительно. Вот, смотрите, что стало со стеклом. То есть я сюда два слоя нанес. И как видно, никакой олеофобки здесь нету. То есть точно так же, как работает и обычный экран. Мне сначала показалось, что достаточно приятно скользит палец. Ну, в принципе, и так же точно, как и на обычном стекле на вот этом. То есть что я могу сказать про эту штуку? Это очередной маркетинговый ход. Ну, тут у меня три варианта на самом деле. То есть выглядит все вроде неплохо. Описание хорошее. Ну, вот первый вариант. Это то, что это, грубо говоря, можно сказать, китайская подделка. То есть, например, американцы сделали. Китайцы попытались имитировать. У них ничего не получилось. Продается там за 80 рублей. А американская оригинальная стоит там в 10 раз дороже, например. Тогда, возможно, это и будет работать. Но я не видел настоящий. Второй вариант. Возможно, я как-то неправильно просто все это дело наношу. То есть я все делал по инструкции. Там несколько слоев и так далее. Возможно, весь тюбик, когда там 3 или 4 слоя наносишь по инструкции, то тогда, возможно, это и будет работать. Но я тоже в этом сомневаюсь. И третий вариант. Это просто тупо, ну, развод, грубо говоря, не работает. То есть вот видим, что и она получается от царапин. Не знаю, вряд ли она защитит от царапин. Но это какой-то миф непонятный, да. Антибактериальная. Не знаю, тоже не могу сказать. Но тоже маловероятная, конечно. Тем более, там еще плюс к этому, вы к лицу это подносите. Неизвестно, что за состав. И третье. Олеофобка никакой. Ничего не врывает. То есть вы потратите деньги, по факту нанесете. Защиты никакой нет. Ни олеофобной, ни механической, я так думаю, точно. Вот проверено за эти же деньги стекло. Конечно, с олеофобкой хуже. Но с олеофобкой мы попробуем разобраться попозже. Я думаю, что проведу эксперимент. Но это будет уже в следующем видео. А сейчас я эту штуку рекомендовать не могу. Вы посмотрели. Есть, конечно, такая же, но с другой немножко этикеткой. Но я думаю, что смысл один. То есть кому интересно, конечно, переходите. Я ссылочку оставлю. Можете заказать, попробовать. И кто пробовал, если у него по-другому, опишите в комментариях. Но вот у меня, к сожалению, не получилось. На этом все. Всем пока-пока. Друзья, не забывайте заходить в раздел плейлисты. Здесь я сгруппировал все свои видео, которых на данный момент накопилось достаточно много. И каждый здесь найдет для себя что-то интересное. Если понравилось видео, ставьте лайк. Делитесь видео с друзьями. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok